Вот в Одессе сегодня не отмечают День космонавтики. Это не потому, что одесситы не приветствуют покорение космических широт, космических дали или высыпку на Марс. Нет, не поэтому. Потому что в России сегодня День траура. Там убиты шесть одесситов, убиты россиянами, российскими ракетами. Среди них маленькая 10-летняя девочка. Поэтому там не празднуют сегодня День траура. Убиты также жители города Николаев вчера ракетами. В общем, много гражданских, обычных жителей Украины погибло в этом очередном российском массированном обстреле. Настолько много, что даже ООН уже... Ну, не сама ООН. Я не буду манипулировать, как российские СМИ. Не буду говорить, что ООН заявила. Заявил конкретный человек в ООН. Это замгенсек ООН Мирослав Йенча. Заявил, что эскалация войны в Украине представляет собой экзистенциальную угрозу для народа Украины. То есть, он сказал, их уничтожить могут. Украинцев всех могут убить до единого. Устроить массовую резню могут россияне. Заявил заместитель генерального секретаря ООН. Ну, дальше он там напомнил, что это все маловоенное преступление. Но это мы уже проходили. И сказал, что в марте по меньшей мере погибло от российских ударов 126 мирных жителей и 478 раненых. А вот дальше, что на 20% больше, чем в прошлом месяце. Вот прикиньте, да? Ну, просто как будто из учебников разы. Вот я представляю себе после войны. Какие будут учебники математики в Украине у нас, да? В марте 2024 года россияне убили 126 мирных жителей и ранили 478. А в феврале на 20% меньше. Сколько они убьют в апреле? Вот такие примерно будут учебники. Когда отгрохочет, когда отболит и отплачется. И когда наши кони устанут под нами скакать. И когда наши девочки смянят шинели на платьице. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. В общем, даже вот этот замгенсек ООН призвал всех, он говорит, это недопустимо, нападение на гражданских лиц запрещено международным правом. Они должны прекратиться немедленно. И мы продолжаем их осуждать, где бы они ни случались. Ну, спасибо, ну, хорошо. Я сейчас почитаю, кто виноват. То есть вот мы знаем, что произошло. Сейчас у меня два вопроса. Ответ на два вопроса даю. Кто виноват и что делать? Ответ на вопрос, кто виноват. Ну, понятно, кроме россиян, естественно. Понятно, что кроме россиян кто виноват. Вот Леонид Невзлин начинает давать такой ответ. Леонид Невзлин, это бывший партнер Ходорковского по ЮКОСу. Он описывает нынешнюю ночную атаку, вчерашнюю, на наши города, на Трипольскую ТЭС. Пишет дальше. Траектория сегодняшней атаки указывает на то, что Россия массированно применяет кинжалы для ударов по тем регионам на западе Украины, где находится крупнейшее в Европе подземное хранилище газа. И делает это тогда, когда начался сезон закачки газа. То есть с целью сорвать этот сезон закачки газа. Это говорит о реализации стратегии превращения Украины в непригодную для жизни мирного населения территорию. У Путина не вышло покорить украинцев оружием. Он желает их изгнать и захватить Украину безлюдную. Вот так считает Леонид Невзгин. Дальше добавляет. Тем временем политическое и даже военное руководство США продолжает обсуждать полнейшую с экономической точки зрения чушь о подорожании бензина в Америке из-за ударов Украины по российским НПЗ. Заметьте, это говорит один из бывших руководителей, одной из крупнейших на тот момент нефтегазовых, ну нефтяных, нефтедобывающих компаний в мире. Он, наверное, разбирается в этом. Вот так говорит, полнейшая чушь. А также блокировать масштабную военную помощь Украине. К сведению говорит, ПВО Украина этой ночи уничтожила только 57 из 82 воздушных целей. Леонид Невзгин намекает на то, что раньше мы 90% разбивали, а здесь ну треть, ну две трети, извините, сбили, треть пропустили. Нынешняя позиция стратегических союзников, заканчивает свою мысль Невзгин, уже граничит с предательством. Есть еще, кстати, про НПЗ реакция этого швейца. Вы мне прислали несколько человек одновременно ссылки на его выступление, сказали прокомментируйте Михаил. Но, ребят, не присылайте мне ссылки на выступление продолжительностью 50 с лишним минут. Ну, как вы хотели, чтобы я прослушал 50 с лишним минут и вам потом прокомментировал. Если вы нашли какую-то фразу, фразу, швейца, которую хотите, чтобы я прокомментировал, сделайте свою работу. Взятьте, выпишите эту фразу конкретно. Швед заявил, двоеточие. Или дайте мне ссылку на эту одну минуту видео. Одну минуту я посмотрю, но не 50 минут. Правильно? И вот пошел парад неких осуждений. ООН, как я сказал, осудила Штаты за то, что они не предоставляют помощь. Сикорский, министр иностранных дел, наступал, кстати, на СНН. Спасибо ему за это большое. Наступал в поддержку Украины. Сказал, что Трипольская ТЭС, собственно, уничтожена потому, что Америка не дала нам военную помощь, не дала нам противоракеты, не дала нам средства ПВО. Сейчас, говорит, мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие, отсутствие ПВО. Украинские ТЭС разрушают одну за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И это может означать новую волну беженцев. Большую волну беженцев, говорит, Сикорский, как бы предупреждая Европу. Тоже спасибо ему за это. Это хорошо, это нам надо, это нам надо, чтобы Европа знала, что ее ждет, если нам не привезут средства ПВО. Призываю снова спикера Джонсона, дайте демократии принять решение. Вопрос нужно вынести на голосование. Чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине, заканчивает Сикорский. В самих США. В самих США выступает уже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. И вот что она говорит. Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты от российских ракет. А, да, мы не знали. Это прямо как в анекдоте про Чукча. Трактор тебе нужен. Рассказывать не буду, лень. Ну и неинтересно уже. Тем более Чукчи тоже наши враги. Чукчи россияне в основном. Большинство Чукчей, к сожалению, россияне. Поэтому большинство Чукчей, наши враги. Про них анекдоты рассказывать уже неполиткорректно. Значит, Карин Жан-Пьер, очевидность. Ей нужно middle name, да? Карин, очевидность, Жан-Пьер. Пресс-секретарь Белого дома. Заявила, что нам, оказывается, нужно больше ПВО. Надо же, надо же, надо же, надо же, надо же. Вот. И дальше она говорит следующее. Ну, она снова тоже, как и Сикорский, описывает все подробности ужаса этих атак. Как Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту? Да, пытается, конечно, как же. Только не Путин, а 100 миллионов россиян пытаются это сделать. Так, уважаемая Карина, очевидность, Жан-Пьер, хочу вам напомнить, что из этих самолетов стреляли, не стрелял не Путин, нажимал кнопки, что это не Путин запускал дроны. Это россияне делают. Миллионы людей, миллионы россиян занимаются этим. Не надо рассказывать, что это Путин пытается сломить. Это 100 миллионов россиян пытаются сломить дух украинского народа. 100 миллионов россиян. Видите, я специально говорю 100, потому что есть 40, которые не пытаются, которые против. Можете придираться к цифрам, можете не придираться. Какая разница? В общем, она ошиблась всего 100 миллионов раз. Не один человек Путин, а 100 миллионов. 100 миллионов. Так вот, что она говорит, пресс-секретарь Белого дома, Карина, очевидность. Нам нужно, чтобы спикер Джонсон вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что, очевидно, получим подавляющую поддержку от республиканцев и от демократов. И вот это ответ на вопрос, кто виноват сегодня. Кроме россиян, виноват действительно и спикер Джонсон, и то, что весь политический эстеблистмент США, который не смог этого сделать. Сколько было разговора, помните о том, что ну все, сейчас соберем 218 подписей и так примем этот закон без всякого Джонсона. И где? Ничего нет. Не смогли забрать подписи. Тут уже виноват не один Джонсон, извините. Тут не хватило там 20 подписей, чтобы этот законопроект принять. Где 9 апреля? Говорит, 9 апреля вернемся с каникул, сразу начнем. 9 было, 10 было, 11 было, 12 начинается. Ничего не знаю, ничего не слышал. Где? Где что-нибудь? И вот что делать? А я вам скажу. Вот сегодня в той стране, где я нахожусь, встречался со своей подругой местной. Она говорит, Миша, что делать? Что делать? Что мы должны сейчас делать? Я говорю, мне кажется, что мы ничего не можем. Можем, можем. Ты живешь в демократической стране. Значит, ты можешь на своего законодателя повлиять. Ты избирательница. Ты можешь. И таких, как ты, много. И вы все вместе можете. Но есть, говорю, нюанс. Потому что у нас демократия. Демократия, мы за это и бьемся. За демократию, чтобы мы были властью. Народ был властью. Говорит, ты власть здесь, в своей стране. И ты можешь повлиять. Но есть нюанс. Я ей сказал. Тебе не надо ничего делать. Потому что твоя страна и так все делает. 120% делает от возможного. Я сейчас в такой стране, которая делает 120% возможного для помощи Украине. Того, что она может сделать. Ну, больше, ну, просто. Но в Америке-то это не так. И вот рецепт мне подсказала Ирина из США. Там зачитываю частями, кусками ее письмо, чтобы не выдать, постараться, кто она такая. Здравствуйте, уважаемый Михаил Штельман. Меня зовут Ирина. Такая-то. Я коренная киевлянка, но более 20 лет проживаю в США. Сенатор Том Кантон, республиканец из моего штата Арканзас. Он мой сенатор. Я, моя семья и многие знакомые за него голосовали. Он служил в армии США. До этого был нашим соседом. Ну, не буду описывать где, а то тут слишком много подробностей. Я официально писала ему такого-то числа. Из Киева. Когда гостила в Киеве. После сильных обстрелов Киева. Я, как гражданка США и избиратель в Арканзасе, рассказала ему, моему сенатору, как страдает от войны и мужественно сражается Украина и мой родной Киев. И какое именно вооружение необходимо Украине. Я планирую снова приехать в Киев еще раз. Ну, это хорошо. В общем, смотрите внимательно. Слушайте. Кто что может сделать. Понятно, что жители Украины делают и так. Все на войне. Все делают то, что могут. Но если вы живете в США. Сейчас меня смотрит. Вот этот выпуск посмотрит. Ну, тысячи граждан США. Тысячи. Может быть, даже до десяти тысяч. Смотря сколько будет зрителей. Вот когда собирали. Помните, был сбор подписей. Давайте соберем подписи в адрес Майка Джонсона. Или там мне присылали. Вот личный телефон Майка Джонсона. Давайте присылайте ему СМС. Поймите, Майка Джонсона не интересует мнение украинцев. Или поляков. Или литовцев. Не интересует. Но американских сенаторов и конгрессменов. Конгрессменов интересует мнение граждан США. Поэтому, если вы гражданин США, то вы можете изгнести свой вклад, вот как Ирина. Да, нужно подробно написать письмо. Да, надо позвонить, связаться со штабом, с пресс-секретариатом. Ну, все есть. Все контакты есть. Поверьте, США демократическая страна. И у вас есть ваше республиканское партие. Кто бы вы ни были. Республиканец или демократ. За Трампа вы или за Байдена. За сенатора Катона или за кого-то другого. Да, пожалуйста. Но если вы за Украину, Ирина, по-моему, дала вам замечательный рецепт. Я не способен помочь вам. Потому что я не в Америке и не американец. Но вы сами можете это сделать. Это вас. Вас там представляют в Конгрессе. Это ваши представители сегодня не ставят на голосование. Ваши представители не голосуют за это все. В сумме, я не говорю, каждый конкретно. Может быть, вам повезло. Ваш сенатор, как сенатор Катон, вот так радеется в Украине. Может быть. А может, меньше. Посмотрите. Вот то, что можно сделать. Каждый, я думаю, на своем месте может сделать хоть что-то. Хоть что-то. Субтитры создавал DimaTorzok